Привет, друзья! Очередная суббота, и я решил обратить ваше внимание вот на какое дело. Ну, предположим, наконец-то арбитражный суд освободил вас от долгов. Процедура банкротства закончилась, и вы можете начать жизнь с чистого листа. У вас на руках определение арбитражного суда о списании задолженности. Но! Может такое случиться, и наши клиенты, в общем-то, этот факт подтверждают, что, например, через пару-тройку месяцев происходит следующая ситуация. Ни с того ни с сего вам приходит уведомление или даже судебный приказ о том, что ваши кредиторы по-прежнему пытаются взыскать задолженность. Что же делать? И почему все-таки так происходит? Да, кстати, напомню, кто не знает, кто я. Меня зовут Дмитрий Кузнецов, общество с ограниченной ответственностью АЛЯМ. Мы работаем по всей России, являемся ведущим юридическим оператором на территории нашей страны. И в спектр наших услуг в том числе входит процедура банкротства. Продолжим. Сегодня я хочу вам рассказать, как поступить с недобросовестными кредиторами. Действительно, иногда бывают такие ситуации, когда завершилась процедура банкротства, но гражданину по-прежнему приходят уведомления, решения суда или судебные приказы, в которых сказано, что кредиторы требуют по-прежнему сумму долга. В большинстве случаев инициаторами таких заявлений в суд являются, как правило, микрофинансовые организации. Существует, по крайней мере, три причины, почему кредиторы требуют с граждан долг, который уже был списан по закону. Первая причина – они попросту не получили корреспонденцию. Прежде чем подать заявление на банкротство, гражданин обязан уведомить всех своих кредиторов. Помимо этого, после судебного заседания еще и финансовый управляющий повторно уведомляет кредиторов о том, что гражданин признан банкротом. Вторая причина – юристы кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, если у них вообще есть таковые, просто не отслеживают информацию на сайте арбитражного суда или на сайте ЕФРСБ. Как правило, юристов у них просто нет, уж точно в микрофинансовых организациях, а вот эта зона ответственности, скажем так, вакантна. А я напомню, что вся информация находится в свободном доступе, и любой кредитор может проверить своих клиентов на предмет признания их банкротами, прежде чем формировать какие-то судебные заявления, либо писать заявление на вынесение судебного приказа. Третья достаточно смешная причина, но она тоже имеет место быть. Вот какая финансовые организации, как правило, еще раз повторю, микрофинансовые конторки, рассчитывают, а вдруг их должник совсем тупой и выплатит все долги, несмотря на то, что в законном формате все долги уже списаны. И вы знаете, не зря рассчитывают, есть такие люди. Мы же все-таки работаем и обрабатываем очень много вопросов в наших обрабатывающих центрах. И мы видим, что люди действительно относятся, так скажем, серьезно к таким вот угрозам со стороны контор, которые пытаются взыскать, уповая на то, что вот им плевать, и они, кстати говоря, очень часто пытаются извратить природу юридических взаимоотношений, умными словами накидывая людям, которые не обременены юридическими знаниями, те либо иные последствия. А люди верят и, знаете, бывает, что и платят. В то же время никто вам не запрещает оплачивать долг кредиторам после процедуры банкротства. Ну, если, конечно, появится у вас такая возможность. Но имейте в виду, что тогда вашу оплату могут оспорить другие кредиторы, которым вы тоже были должны до того, как произошла процедура банкротства. Стоит отметить, что согласно закону, когда гражданин признан банкротом, финансовый управляющий публикует сведения в газету «Коммерсант» и на сайте ЕФРСБ. Для этого и оплачиваются судебные расходы. Делается это для того, чтобы все кредиторы в России видели, что гражданин признан банкротом и смогли бы предъявить свои требования в арбитражный суд. И все-таки, что же делать, если вы получили уведомление от ваших кредиторов о взыскании суммы задолженности после прохождения процедуры банкротства? Ну, во-первых, как вы понимаете, не стоит паниковать. Все долги у вас списаны. Основание этому решение арбитражного суда. И на этом этапе ваша задача помочь вот этим вот недобросовестным, некомпетентным кредиторам узнать об этом. Для этого существует несколько вариантов. Ну, как вариант написать в суд возражение по поводу судебного акта, который вы получили. И к этому возражению приложить копию определения арбитражного суда о том, что вы банкрот. Следующее. Можно отправить кредитору заказное письмо с копией определения суда о списании долгов. И тогда кредитор сам, если он с головой, что называется, дружит, отзовет иск. Помимо этого, вы можете направить кредитору на электронную почту информацию о том, что больше не являетесь должником. Порадовать его. Также вы можете оставить жалобу на горячей линии той самой кредитной организации, которая думает, что вы идиот. Следующее. Если и это не помогло, вам нужно написать жалобу в Центральный банк и в прокуратуру. На основании вашего заявления на кредитную организацию могут наложить штраф. Штраф за неисполнение определения арбитражного суда. В-третьих. Если все-таки дело дошло до судебных приставов, потому что вы по какой-то причине пропустили судебное уведомление, то этот вопрос решается еще проще. Вам просто необходимо сходить на прием к судебному приставу и предоставить ему определение того самого арбитражного суда о списании всех ваших долгов. А можно вообще никуда не ходить, и сделать вы это можете через портал госуслуг. Конечно же, в любом случае такие ситуации бывают крайне редко. А лишней для вас все-таки этой информации не будет, я уверен. И мы надеемся, что ваши кредиторы, особенно микрофинансовые организации, не будут трепать вам таким вот образом дешевым нервы. Самое главное, с помощью нашего канала и с помощью плейлиста «Что делать, если…» вы все больше и больше узнаете о своих правах. И, конечно же, знаете, как действовать в той либо иной ситуации. Если вы до сих пор по какой-то причине не подписаны на наш канал и не смотрите выпуски, которые выходят по субботам и группируются в плейлисте «Что делать, если…», то я удивлен. Запомните, друзья, у вас есть право никому ничего не доказывать. Вы можете вообще сразу же писать жалобу на незаконные действия кредитора. Если вам нужна подсказка, консультация, то, пожалуйста, оставьте заявочку на бесплатную консультацию. В описании этого и любого другого видео есть ссылочка, нажав на которую вы попадете на форму для оставления заявки. Где бы вы ни находились, мы работаем со всеми регионами нашей страны. Пожалуйста, не стесняйтесь, наш специалист вам перезвонит и вы обо всем поговорите. Время консультации не лимитировано. За консультацию мы с вас не возьмем ни копейки. Но, если вы вдруг захотите заключить с нами договор, я вас уверяю, стоимость наших услуг вас приятно обрадует. Кстати говоря, на сайте есть каркулятор, с помощью которого вы можете посчитать некоторые наши услуги, стоимость некоторых наших услуг. Ну, а поподробнее, естественно, чтобы все взвесить, определиться окончательно, я рекомендую вам все-таки связаться с нашими специалистами. Кстати говоря, можно и позвонить. И если дозвонитесь, то прям напрямую все решите. Но не отчаивайтесь, если вам не удалось дозвониться. Ну, по понятным причинам дозвониться до нас не так просто. Хотя и телефон 8800 бесплатный и работает несколько специалистов на приеме звонков. Все-таки оставьте заявку и вам перезвонит юрист. И вы обо всем поговорите. На сегодня все. С вами был Дмитрий Кузнецов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, если хотите, ставьте. Ну и пишите, конечно же, комментарии. Не забывайте, мы всегда готовы вам помочь. Мы давно с вами и остаемся с вами. До свидания. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok